Девушки отдыхают 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 Не хочу делать массаж чужому эго Это я одобряю Ну да Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул Не преувеличивай Я знаю много других способов Ты только учти Когти тебе этого не забудут Девушки отдыхают Девушки отдыхают У тебя был план Но он провалился Потому что в таком состоянии Ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана Аааааааааааа блять Ааааа блять чем узнаем как разобраться с чипом ты же сам хотел чтобы я сдох это было давно я с тех пор успел передумать теперь ты мне нужна живой ты лучше скажи что тебе вообще от меня надо я вытащил карточку выйти из тюрьмы было бы глупо и не воспользоваться у меня карасаки личные счеты я выставил их 50 лет назад и сейчас я хочу закончить начатое а для этого мне нужна ты зачем тебе так важны твои устаревшие идеалы или это личная месть тебя не касается просто доставь меня из пункта а в пункт б слушай погоди я все придумал я знаю где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет ты наконец избавишься от чипа а я раздавлю арасаку все выигрыши разве нет нужно только найти душегуб и добраться до микоши соглашайся ладно что такое микоши начнем издалека когда ты подключаешься к сети у арасаки появляется возможность натравить на тебя и скин под названием душегуб который способен украсть у тебя душу и сознание пока следишь за мыслью я же видела воспоминания он тебя не хило отделал видимо у нас больше тем для разговоров чем я думал но это не важно 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 вот что когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу ты умираешь но твое сознание копируется в энграмму конечно так ты стал конструктом именно молодец так вот микоши это логово душегуба там он хранит энграммы всех своих жертв давай давай я же вижу тебе есть еще что сказать 50 лет назад микоши была единственным местом на планете где проводили операции на человеческом разуме скорее всего ничего и не изменилось говорю тебе все дороги ведут туда там мы найдем ответы каждый свой и как ты в этот раз хочешь уничтожить арасак у тебя есть еще одна бомба и у бомбы есть имя альт каннингем ни разу про нее не слышал это пока когда мы ее найдем я вас познакомлю короче не тормози надо понять как забраться в микоши и и и и и и Продолжение следует... Эй, ты все-таки мне позвонила. Можно вас отвлечь на минутку? Ну да, я же обещала. Обещать все могут, а держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин больше не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к риперу по кличке Фингерс. О, сука! Ну, это нам бы трубу починить хотя бы, и может... Ты не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви, на нем клейма ставить негде. Я еду к нему, вдруг она там. Говорила я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Как жизнь, Найт-Сити? С вами снова Стэн. Попрощайтесь с любимыми бутлегами Чумбы. Пресс-секретарь Арасати объявил, что скоро рынку контрафакта придет конец. Первыми жертвами крестового похода станут малоизвестный бренд рисовой водки Арасаке и местечковая рок-группа Арасаке. Но вот лично я считаю, что это объявление дало ребятам ровно то, чего им не хватало. Шумиху в прессе. Ну как? Пусть получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Шумиху в последний раз. О, значит мне не надо. Отлично. Правильный выбор. Будешь сидеть там, пока не закончишь. Ай ты, мудозвон! Не перебивай. Драный кусок говна в жопу тебя ебать! А ну стой! Что? О, привет, зайка. В смысле, блять, привет? Ты чего здесь забыл? Тише, тише, кисонька. Мы же не хотим с тобой скандалить. Эй, киса, стой! Он тебя бесплатно зачипировал? Пиздишь! Ага, выглядит бедненько, зато работает. И не попросил с тебя денег? Да? Даже в рассрочку? Ну я же говорю, после операции просто сказал. Увидимся. Так, так, что тут у нас? Какая симпатичная штучка. Если ищешь себе кого-нибудь на вечер, можешь больше не искать. Я тут по делу. Надо кое с чем разобраться. Так что, может, ты просто отъебешься, чтоб потом жалеть никому не пришлось? Ай-яй-яй. А что сразу так серьезно-то? Я же просто пошутил. Ладно. Шлам, пропусти ее. О, нежное создание света! Внемли! Ты в непроклятной тьме явилась к нам, осквернившим кровью эту землю. И кабы знал владыка мира милость, его обмолили о твоем спасенье. Да это настоящий рай. Эй, все в порядке? Не пойду я плавать! Ненавижу воду! Всем покер, ты понимаешь? Не в курсе, где тут живет Фингерс? Если б я мог, я бы поменял. Не понимаю, почему все вечно так запутано. В итоге, у тебя остаются только провода и пустые бутылки. Лаку убрал, живо! Думаешь, я тебя боюсь, соска? Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди ее подавай в суд. Иди меня! Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь валить куда хочешь. Ха-ха-ха! Ничего я тебя не должна! Ага. Совсем ничего. Так, пустяк. Примерно двадцать кусков. Чего? Привет, Ви. Эй! Выбирай слова, сука! Эй! Тут очередь! Кто за все это платил? Э-э, куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Иди обратно все, что я ему платил. Прибыла в город вскоре после таки. Прощание пройдет завтра в штаб-квартире Арасаки в полном. После чего... Ви, а ну соберись. Ты знаешь этого Фингерса? Слышала о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея. Но она не слушала. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? Отчего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять. Вы с ней близкие подруги, правильно? И как интересно, ты пришла к такому выводу? Ну, ты бросилась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Ты работала в Облаках? Не куклой. Редактировала вирты. Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем. Не видела девушку с голубыми волосами? С кукольным чипом? Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно. Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю. Лучше его спроси. Слушай, будь человеком. Моей подруге очень плохо. Можно мы с ней пройдем вперед? Конечно, милая. О чем речь? Так, так, так. Эй, погоди секунду. Она же только что нормально стояла. Она крутая. Терпела сколько могла. Теперь попробуй открыть свой маленький ротик. Ага, а теперь? Лучше. Погодите, что-то не так. Я все вижу, как в тумане. У прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки не выкну. Вон вроде все. Что, заходим? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она была здесь, в твоей клинике. О, ну теперь понятно, о чем речь. Где она? Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу. Тебя я помню. Ты у меня уже была. Осталось понять, откуда ты. Может, из тигриных когтей? Я из шельм. О, шельмы. Уважаю. Так, ну и что вам нужно? Соберись, Ви. Слышала, ты помогаешь девочкам с улицы. Ну, мало кто из деток станет играть с ломанными игрушками. Когда им надо подтянуть кожу, поправить втулки, починить имплантики, я... Ну, ты понимаешь. Те, кто платят, требуют высшего качества. Таков закон потребления. Ха, не смеши меня. На любой помойке качество выше. А девушки знают, что у тебя ломаные импланты? Можно и так сказать. Я даю им лучшее. Из того, что у меня есть. А что берешь взамен? То, что они могут предложить. А у них всегда есть, что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? Вы ищите свою подружку. Ты же слышал, я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. А, через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили. Я бы с удовольствием провел вам экскурсию на... А может потом? Конечно. Проходит время, и я их забываю. Иногда даже таких роскошных, как ты. Прошу, располагайте ваши попки поудобнее. У тебя глаз задергался, когда ты услышал ее имя. Не пытайся меня наебать. Ты ее помнишь. Глазик задергался, потому что у меня тик. Нервный. Не представляете, как тяжело с ним жить. Нет, правда, я бы помог. Но я... я впервые слышу об этой девушке. Тебе что-нибудь говорит фамилия Форест? Нет. У него прозвище Дубман. Он из кукольного дома. Ты... ты с ним разговаривала? Мне не понравился его тон. Поэтому пока говорить ему будет очень больно. Ты, кстати, мне тоже не нравишься. Так что следи за языком. О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но... Вы же видите, у меня не бог весть какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь. Какая нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У Чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но... Без толку. Почему это могло случиться? Техника была топовая. Сама по себе сгореть не могла, это точно. На нее кто-то напал? Нетранер, скорее всего. Такой, который хорошо шарит в коде. Ближе к делу. К делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма! Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень на мордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Не говори так о ней. Она меня оскорбила! Так, чем быстрее ты все расскажешь, тем быстрее мы оставим тебя в покое. Итак, Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего там, где девушки становятся звездами нелегальных брейндансов. Больше я ничего не знаю. Что значит нелегальных? Эээ, не знаю. В смысле, я никогда такие не смотрел. Снав? Гура? Я же сказал, не знаю. Ты уверен, что она там? У меня она была четыре дня. Почти все время пребывала в Ла-Ла-Ла Энди. Да, как мертвая. Мы не успели подружиться настолько, чтобы она отправляла мне открытки из своих путешествий. Где мне ее найти? Мне что, надо повторить еще раз? Я... я не знаю. Любой на мое месте поступил бы, как я. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Тогда я позвонил своему фиксеру. В тот же день за ней приехали два амбала. Кому ты звонил? Кто твой фиксер? Вакака. Я сказал ей, что хочу слить куколку с брейндансовым чипом. Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивые, а я же не идиот таким людям лишние вопросики задавать. Ты не идиот? Почему девушки, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Хуй там! ПОЗВОЛЯЮТ! ПОЗВОЛЯЮТ! Потому что у них нет выхода. А на самом деле, они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Опиши, как они выглядели. Ну, как ты, как я, как обычные люди. Неужели, как ты? Правда, что ли? Ну, к таким ребятам обычно стараешься не присматриваться. Помню, что у одного была бородка. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про Вирты с какой-то бабочкой. Мол, она для них идеально подходит. Не знаю почему. Больше я ничего не знаю. Ты её продал как вещь, блядь. Как манекен какой-нибудь. Ну, живым человечком её нельзя было назвать. Мне надо подышать. Жду внизу. Она немного переборщила. Мы все последнее время на взводе. Главное, что ты спокойнее неё, мой птенчик. И красивее. Это всё из-за меня. Надо было просто не пускать её в облака. Поверь, Джуди, по сравнению с упырями, которых я вижу каждый день, этот Фингерс не такая уж и мразь. Ви, у меня просто нет слов. Джуди, не волнуйся, мы её найдём. Мы найдём то, что осталось от её изуродованного трупа. Эй! Возьми себя в руки! Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что ещё? Ещё мы знаем, что они как-то связаны с мёртвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадёжно. Ты не видела что-нибудь с мёртвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают всё, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-нибудь ради этого выезжают. Ну, да. Наверное, там, где их не запалят. Я бы проверила. Может, они где-то в своих виртах засветили место съёмок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейндансам. От нас ничто не ускользнёт. Я же всё-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдём что-то полезное. Сейчас надо подумать. Я попробую позвонить фиксерше Фингерса. Вакако. У тебя есть на что её подцепить? Ну, нет. А зачем? Да она не скажет, где эта студия, даже если знает. Слишком уж большой риск. Ну, ладно. Тогда просто пойду куплю брейнданс. Поиграем немного в детективов. Окей. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Здравствуй. Ты хотела поговорить? Как твои дела, Вако? После таких вопросов люди обычно просят у меня что-то хитро вывернутое. Что? Не в этот раз. Тогда мои дела отлично. Большое спасибо. А твои? Я ищу брейнданс. О, какой-то особенный. У них на логотипе бабочка. Мёртвая голова. О, вот сейчас советую тебе быть поосторожнее. Ты знаешь, кто их делает? Где их снимают? А ты знаешь, как работают фиксеры? Давай-ка я объясню. Я не только заключаю сделки. Я могу совершить совершенно невозможное. Например? Например, сделать так, чтобы и покупатель, и поставщик, и даже посредник не вышли из игры или из окна. Ясно тебе? Так что никогда не спрашивай кто, с кем, где, что, почему и зачем. Ты можешь достать мне такую запись? Ты неплохо делаешь своё дело. Я тебя уважаю, и надеюсь, что ты ещё не раз возьмёшь у меня заказ. Сделаем так. Я достану, что тебе надо. Просто дождись посылки. Спасибо, Вака. Где мне её получить? Мой человек оставит её в надёжном месте. Сейчас отправлю тебе координаты. Здравствуй. Ты хотела поговорить? Я сообщила. Адам разберётся. Что? Нет, всё нормально. Я просто таблетки забыла. Валим, Адам, вот это охота здесь. Интересно. Из чего ты идёшь? Да ты идёшь? Что? Тебя не уступает? Не уходи. Уходи, Попал! Таблетки зажгут, которым замули в облака – это не успеет, кто? Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готово. Жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ви, я включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляг в Найт-Сити не найдешь. Заказ недавний. Спецовка с нашивкой Корпы Электрик. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танако и Роджерс. Типично для помойки. Бабы из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейндансы. Ох, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартер-Хилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. Не повезло. Ну да, но в любом случае нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не выйдем. Других зацепок у нас нет. С вами Стэн! Ладно, поехали туда. Но я надеюсь, что вы еще не сможете... Ясное дело. Ты со мной? Это Мираж? Голограмма? Нет, узел... Все еще не могу забыть этот верт из Мертвой Головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Па, будем на связи. Имей в виду, там опасно. И? Если ты хочешь оставить меня здесь... Прости, не выйдет. Ладно, я пошла. Продолжение следует... 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 Похоже, снафы – это только вершина айсберга. Воняет пропил метионином. Похоже, тут готовят РПМ. О, РПМ. Моя любимая приправа к завтраку. Продолжение следует... Неплохо. Молодец. Погоди минуту. А потом мы проскочим. Все, давай. Пока. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...